Приветствую вас! Знаете, что меня не покидало на протяжении всего момента, что я читал ваш текст? Меня не покидало ощущение неопределенности. То есть, человек, который пишет текст, ну вот, тот текст, который написали вы, явно грамотный, стройный, красивый, понятный. Смысл в тексте тоже угадывается, тоже стройный, красивый, понятный, не сбивчивый, четкий. И от такого текста ждешь конкретного вопроса. Вопросы по поводу того, что менять мне, как что-то сделать, как чего-то достичь. Но у вас этого нет. В тексте. Ваш текст это набор отрывочных мыслей, которые вы преподносите нам. И хотите, чтобы мы вам ответили на вопрос, заведомо поставленный так, чтобы перенести на нас свою ответственность за себя. В этом плане, а также и в нескольких еще, я согласен со своим коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем. К его ответу, мне кажется, вам стоит прислушаться. Вы пишите, мне нравится дебаж брутальных рокеров, хотя мне не 15 лет. С чего вы решили, что брутальные рокеры могут нравиться только в 15 лет? Почему вы считаете, что металл, тяжелая музыка, это музыка для подростков? То есть, вы сами своим текстом вроде как это опровергаете. Но, тем не менее, в самом начале уже пишите определенную догму, есть определенный запрет. Да? Дальше. Ну, помимо того, что у этого запрета есть источник, помимо того, что это вот какие-то правила, какие-то установки, да? Какие-то нормы не позволяют вам признать тот факт, что брутальные рокеры это целая культура и так далее. До конца, до конца. То есть, вы бунтуете, вы доказываете, что это имеет место быть, а доказывать как раз не нужно. Понимаете? Вот. То есть, здесь вы с кем-то боретесь. Здесь вы с кем-то боретесь и ведете борьбу. Дальше. Мне нравится типаж брутальных рокеров. Почему? Чем? Конкретно, чем вам нравится? Как вы себя чувствуете? Маленькой, слабой женщиной. Маленькой, слабой... А... ...женщиной. Которая может... ...переложить ответственность... ...с себя на другого... ...на другого. А... ...ве... ...домая. Вы чувствуете себя так. Что вам дают? Дают. Эти брутальные рокеры. Что именно? Ведь вы же понимаете, что благодаря им вы чувствуете себя как-то. Ну, как вам и написал мой коллега Игорь Леонидович. Здесь тоже нужно с этим разбираться. Потому что есть такое понятие, как импринтинг, и данное понятие, я не буду сейчас его раскрывать, очень здорово относится к вам. То есть вы привлекаетесь только определенным типом. Почему? Потому что этот тип эмоционально закреплен у вас. И, как правило, подобные вещи происходят на контрасте. То есть, ну, это определенный контраст. Например, вокруг были слабые мужчины, тут появился брутальный рокер, он казался сильным. Все. Все брутальные рокеры и сильные. То есть это вот, знаете как, такое запечатленная эмоция, запечатленное впечатление, да, впечатано в сознание. Детскость. Недаром вы говорите про 15 лет. То есть, может быть, в 15 лет вы впервые впечатлились, и после этого в этом так и не доросли, не дозрели. Как, опять же, правильно вам сказал мой коллега. И здесь, конечно, нужна работа по зрелости. Ну, по созданию зрелости. Дальше, эм, так, значит, в случаях тяжелых музыку нет недалеко, так, ну вот опять, да, опять, нет недалеко до 15 лет. То есть, это вот, опять, установка норма. Я молодая женщина с четырьмя высшими образованиями и кандидатской. Опять же, как сказал мой коллега, эм, с чем связано такое усердие, такое усердие в учебе? В детском случае металл эта музыка дает нам моральную силу и энергию, это неплохо. Но значение музыки в вашей жизни нужно разбирать. То есть, вы говорите, что моральную силу и энергию нам дает. А почему вы сами не являетесь источником этой энергии, да? Почему вы сами себя не питаетесь? Вам нужен источник извне. Обычно источник извне нужен, ну, людям творческим. А на вид, я просто миловидная женщина, но на концертах я перевоплощаюсь, эм, да нет. Нет, почему перевоплощаюсь? Можно ли сказать, что актеры, актрисы, музыканты те же, театральные, да? Можно ли сказать, что они перевоплощаются, когда выходят на сцену или начинают играть свою роль? Нет. Вопрос только в том, что вам ближе. Вопрос в том, почему вы не живете полностью какой-то одной жизнью. Или вам нравятся обе. Я пытался строить отношения с обычными мужчинами. Свои интересы пыталась скрыть, но долго так не могла. А зачем вы это делали? С какой целью? Что было за мотивация? Ведь это было подавление, наверное. Обвинение. Ведь вы говорите, что пытались скрыть свои интересы. Значит вы их стыдитесь? Чем вызван стыд? Какой у него смысл? Не является ли все, что вы делаете, в смысле, тяжелая музыка, кожа, косуха, каблуки, макияж и тяжелая музыка. Не является ли все это бунтом против того, что вас подавляли в детстве, например? Мне становилось скучно, я измывал от тоски. Почему? Скучно от чего? То есть такое впечатление, что вы от мужчины постоянно чего-то ждете. То есть вы ждете, что отношения вам что-то дадут. На самом деле это не так. Вы приносите что-то в отношения, а не они вам что-то дают. Знаете? То есть тут вот вопрос ваших желаний. Так, мне становилось скучно, я измывал от тоски, хотя мужчины постоянно плохие, часто слабые, инертные, неудачные. Но вы выбираете таких мужчин не случайно, вы с ними встречаетесь, вам удобно, вам комфортно, вы получаете от этого выгоду. Как какую-то. Вполне возможно, что по-другому у вас в семье вести себя было не принято, опять же, у вас был слабый отец, слабый либо отдаленный отец и сильная мать. Ну либо там какие-то еще, есть аспекты. Суть не в этом. Суть в том, что не случайно у вас такие мужчины были. Ваше поведение обусловило наличие таких мужчин. То есть вполне возможно, что желая себе сильного мужчину, чтобы чувствовать себя живой, вы реально не готовы отдать часть своей независимости. То есть мечтать о том, что у вас будет мужчина сильный там викинг и так далее, вы можете, а реально отдать часть своей свободы такому мужчине нет. Дальше, 6 лет встречалась с мужчиной из металлсреды, но он тоже оказался слабым, не готовым брать на себя ответственность, основные мужики и проблемы. Да нет, просто у всех людей ответственность понимается индивидуально, я бы сказал. И если вы видите, что человек не готов делать то, что вы считаете он должен делать, то это уже ваш выбор, что вы терпели его присутствие. Вопрос в том, для чего и как часто вы вообще терпите. Например, когда я тушила заболел, он приходил в подталки, был вял, не заинтересован, хотя я так хотел мужской энергии и поддержки. Вот, понимаете, вот опять, опять. Музыка дает силу, энергию, вы хотели мужской энергии и поддержки. То есть вот такое впечатление, что вы постоянно в этом нуждаетесь. В чем? Это ваша нуждаемость. Понимаете? Вы, получается, подпитываетесь от людей. Тем самым, либо подчиняя их, подавляя, либо становясь зависимой от них. В связи с болезнью требовались финансы и помогла моя семья. Он просто наблюдал, опять же, это его выбор, это его право. Я долго терпела, пока с его стороны не началось совсем неадекватное поведение, манипуляции его уходят. А нет, это неадекватное поведение. Понимаете, какое поведение? Поведение в ответ на ваши пассивные отношения. То есть если бы вы сразу поставили себя адекватно, да, то есть сказали, что, ну, как бы, ты не участвовать, не помогаешь, как может я с тобой делаю. Вот. То бы манипуляций не было, не должно было до них. А так вы все терпели, 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 и мужчина все наглял, наглял, наглял. Так, к сожалению, бывает. Но, опять же, таких мужчин вы выбираете не случайно. Например, специально бросил меня на Новый год, и вы сейчас за 15 минут до праздника. Ну, здесь обида, скорее, у вас. То есть, что значит, специально бросил, то есть, у этого по-любому есть какой-то контекст, есть предыстория. Вот. То есть вы, вы здесь играете в игру, разве это не ужасно, и все из-за него. Можете почитать про эти игры в интернете. Вот. Так, внешне он очень спокоен, никак не... Не подумать, что мы так говорим... Ну, спокойствие... Не показалось. Извините, но этот... А, извините, за что? Мужчина не мог нормально ни обнять, ни поцеловать, и в сексе был очень слаб. Ну так правильно, но это вы выбрали его, вы это выбрали, вы выбрали этого человека. Такому, который в сексе слаб, ни обнять, ни поцеловать и так далее. Да, холодные руки? Да. Да, вы выбрали этого мужчину. Зачем-то? Я не чувствовал мужскую энергию. А должны? Зачем? У вас-то у самой энергии есть? Вы хотите получать, а в отношениях отдают, как правило. Я очень хочу влюбиться. Зачем? Вам не хватает любви, любви, себе. Что за этим стоит? Безопасность, значимость, внимание, какая потребность? Нужно разбирать и корректировать ее удовлетворение. Тогда вы сможете раскрыться полностью, как женщина, независимо. Так, по-хорошему, надежного мужчина с теплой, с теплотой, яркими эмоциями и хорошим сексом. Ну, как-то, как-то, знаете, очень сильно напоминает идеализацию. То есть, вот то, что вы хотите влюбиться, это все. Это уже наличие проблем. То есть, нельзя хотеть влюбиться, знаете. Если вы хотите влюбиться, значит, вам чего-то не хватает. И то, что вам не хватает, вы пытаетесь получить за счет мужчины. Вот. И отношения, таким образом, становятся потребительские, а не искренние. Вот. Так, по-настоящему я могу влюбиться в мужчину, а-ля викинг, здоровый взгляд, волосы да пояс, высокий, вакторный, грудный, старше меня лет на 10, мудро-опытный, любящий такую музыку. Ну, это скорее, знаете, собирательный образ. То есть, вы во внешность влюбляетесь, и влюбляетесь, и по сути идеализируете мужчину. Это первое. Второе. Если ставшие вас лет на 10, значит, это вот точно проблемы во взаимоотношениях с отцом были. Плюс подавление детского состояния. То есть, ставление своих чувств, эмоций, желаний, и так далее. Вот. И проблемы с личными границами. Что тут, ну, у вас. У вас. Мне нравятся только такие мужчины, которых так мало в России. Вот я считаю, что типаж – это просто стереотип. То есть, такой мужчина, которого вы описали, он необязательно обладает сыром взглядом, необязательно высокий, необязательно, необязательно это всё. Я понимаю, в чём вы нуждаетесь, но для того, в чём вы нуждаетесь, необязательно именно такого мужчину. Не обязательно, чтобы таких мужчин было много в России. Стараются ощущения, что вы сознательно не избегаете близких отношений, вы боитесь их. Что, в общем-то, логично, учитывая, что свои чувства вы не реализуете до конца. Страх близости, то есть, страх доверия, принятия другого, безусловно, можно корректировать и можно убрать. Я бываю в Европе, там я не кажусь белой ворох-вороной, а в России, что кажетесь, я могу, наконец, открыться. Круг зарубежных друзей такой же. Не подумайте, это не пьяные отрепья, как принято считать. Да кто считает? С кем вы здесь ведёте диалог, а на них... С кем вы здесь боретесь, с кем вы здесь спорите, кому вы здесь доказываете? Вы понимаете, что по факту вы общаетесь не с нами, по факту вы общаетесь с кем-то из своего окружения, из своего детства, с кем-то изначимой фигуры. Постоянно ведёте диалог, постоянно спорите, постоянно пытаетесь что-то доказать. А на них... Этот конфликт сперва нужно разрешить, чтобы вы наконец-то перестали вести этот диалог. Такое ощущение, знаете, что мы вам не нужны. Вообще. То есть если вот вас оставить просто, вы будете общаться, так и будете спорить со нас, с собой. Как бы. Но ведёт спор не с самой собой. Это спор с кем-то, но внутри вашего сознания. Вот и давайте начнём с этого конфликта. С кем вы ведёте свой диалог. Так. Мне действительно нужен брусальный дядька. Нет. Вам нужно то, что он вам даёт. Вам нужно то, что вы чувствуете с ним. А это можно получить самостоятельно. Я устал от такой двойной жизни, и я не вижу таких мужчин, которые могли бы меня заинтересовать, хотя я хороша с собой, и мужчины обращают на меня внимание. Так. Тут у вас просто противоречие на противоречии. Я устал от такой двойной жизни. Так не ведите её. Сделайте выбор. Если кто-то мечтает сделать выбор, поможем. Если вы ведёте двойную жизнь, значит вы обманываете себя. Если вы обманываете себя, значит вы можете обмануть другого. Значит вы не искренне с собой, а значит вы не искренне с другим. Всё просто. Я не вижу таких мужчин, которые могли бы меня заинтересовать, хотя я хороша с собой. И мужчины обращают на меня внимание. Как это связано? Что вы не можете заинтересовать. Не видите мужчин, которые вас могли бы заинтересовать. То есть как то, что вы хороши с собой, связано с тем, что вы не видите мужчин, которые могли бы вас заинтересовать. То есть вы считаете, что для того, чтобы заинтересовать, чтобы вы позволили себе заинтересоваться мужчиной, вы должны быть хороши, ну то есть хороши с собой. Так что ли получается? Пожалуйста, подскажите, что делать. Что делать, чтобы что? Как жить с этим вопросом? Как жить для чего? Понимаете, аноним, жить с этим вопросом не нужно. Именно жить. Нужно просто взять и все конфликты, все противоречия разрешить. Вот и всё. И цель нужна. Четкая цель, у вас нет цели. Цель влюбиться, это не цель. Цель это не цель. То есть это не может быть цель, да, как я уже сказал, абсолютно. Но цель. Цель, связанная только с вами. То есть что? Я хочу поменять в себе, потому что мы можем работать только с вами. Вот. Формулируйте цель, и тогда уже можно задавать вопрос, что делать, чтобы что? А так вы хотите, чтобы мы, не знаю, какой-то универсальный совет вам дали, и всё. И сразу моментально всё изменится. Так не бывает. Так не бывает. Впервые вы обретёте гармонию с собой. Потом вам станет плевать на то, брутальный рокер перед вами или нет. Вы научитесь видеть человека так же, как вы научитесь видеть себя. Вы научитесь видеть личность так же, как вы увидите личность в себе. И тогда уже сможете выстраивать отношения с кем угодно. И руководствуясь свободным выбором, а не депошим, вы и станете счастливой. Но для этого нужна действительно работа. Вот и всё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.